Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео. Итак, начинают ребята приходить мои заказы с черной пятницы. Очень много посылок уже приехало, но, наверное, одна из первых будет посылка от Pet Magrat. Я все-таки решилась и заказала некоторые вещи, поэтому хочу показать вам в сегодняшнем видео все, что я заказала, что из этого получилось. И если вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Ради чего был сделан заказ? Так это ради всего лишь, наверное, одной палетки, которую я очень-очень ждала и очень хотела. И это будет их новая палетка. Мне кажется, она вышла в этом году. Называется Interstellar Icon из серии Celestial Divinity Luxe Quote. Вот эта вот красивенная палетка с синим оттенком. Сегодня она будет участвовать в моем макияже. И также я не удержала, заказала, конечно же, вторую палетку ее знаменитые четверочки теней Special Shades. Я решила выбрать ту, которая поярче, Nocturnal Nirvana. Макияж с ней вы тоже сможете посмотреть. Самый практичный еще, наверное, был выбор взять консилер. Вот этот вот от Pet. И я его взяла вместе в наборе с ее пудрой для закрепления под глаза, которая была призвана блюрить, которая должна просто невероятные вещи творить с вашей кожей под глазами. Это тоже все будет участвовать. И для того, чтобы добить уже до 30% скидки, я, конечно же, взяла еще одну помаду у нее на пробу, которая тоже немножко попозже. И мне положили очень приятный вот такой вот подарочек. В общем, если вам интересно, то давайте приступим и посмотрим, какие макияжи я сделала. Также в конце вас ждут выводы. Я уже начала наносить свою базу. И точнее, я нанесла жидкую основу вот такой вот тональник от MAC Studio Fix Fluid. И я его уже размазала кисточкой от Real Techniques. У меня тут такая грязненькая. В общем, я размазала тональник, как я обычно это делаю. Немного я какая-то желтушная сижу, но я решила не покупать тональник от Pet Magrat. Не знаю, какие-то были тоже, опять же, отзывы не очень хорошие на него. Но зато я купила консилер, который я очень хотела попробовать. Он выглядит вот так. Я взяла оттенок Light Medium 8. Я решила, что он мне подойдет. Вообще красиво, конечно. Очень упаковка выглядит. Брала я его вместе, как бы как набором с пудрой, которая под глаза идет. И попозже я вам ее тоже покажу. И вот сам такой консилер. Я надеюсь, что, конечно же, он не будет слишком желтый. Но давайте посмотрим. Я иду в порядке, как я это всегда делаю. То есть, сперва у меня идет тон, а потом идет консилер. Да, он такой, в принципе, мне кажется, желтый. Но еще тут прыжем ажу свой. Но мне нравится, как пока он выглядит. Вроде бы оттенок должен мне подойти хорошо. Растушевать хочу вот этой вот кисточкой тоже от Real Techniques. У меня была она в каком-то наборе, по-моему, от Сары Чапман. Он плотный. Он, в принципе, хорошо растушевывается. Интересно будет, конечно, как этот консилер поведет себя в носке. Оттенок абсолютно мой. То есть, он немного светлее моей кожи. Но мне нравится. Перекрыл мой прыщик тоже, я смотрю, так достаточно неплохо. Но, по-моему, этот консилер именно создан для коррекции зоны под глазами. Сейчас хочу нанести пудру. Вот эта пудра от Pet. Она идет, по-моему, в трех оттенках. Я взяла себе Medium. Потому что Light, мне кажется, была бы очень, наверное, светлая мне. Medium, я думала, подойдет отлично. И я вот такой вот кисточкой от Sigma хочу ею закрепить консилер. О, посмотрите, как она летит. Немножко, конечно, она летит. Но, ладно, попробуем. Что-то как-то очень желтое у меня тут. Пудра очень такая раз прямо летучая. Она прямо как рассыпалась у меня на глазах. В принципе, она закрепила достаточно неплохо, на мой взгляд. Я не знаю, что будет видно на камере. Но выглядит это очень даже прилично. Мне понравился эффект. Да, она хорошо с консилером сработала. Тут немножко у меня как бы недотушевано. Но потом с макияжем глаз, я думаю, будет все хорошо. Вот эти места мне очень нравятся, как выглядят. Сейчас я буду наносить свою пудру от MAC, которая у меня из проекта. И когда уже непосредственно закончу лицо, вернусь к вам для того, чтобы сделать макияж глаз. Я пока нанесла только бронзу, румяна. И закрепила подвижное веко вот этим консилером от Kiko своим, как обычно я это делаю. Сейчас я что-нибудь найду, какую-нибудь тенюшку под бровь нанесу, наверное, скорее всего. И это по стандарту будет оттенок Transforming Pearl из моей палетки It Cosmetics Naturally Pretty. И начну с палетки Blitz Quartz. По-моему, Nocturnal Nirvana. Да, Nocturnal Nirvana это у меня. Я решила взять ее, потому что мне она показалась самой интересной. Пробовала делать макияж просто этими оттенками. Вставлю небольшой ролик, где мне показалось, что недостаточно было цвета. Поэтому в сегодняшнем макияже сделаю некоторые изменения. И, надеюсь, у меня выйдет гораздо лучше. Здесь я решила взять вот такой вот карандаш от Kiko. Это их кремовые тени. У меня очень-очень старая версия. Оттенок был 17. Он у меня достаточно такой суховатый. Уже там немножко болтается. Но мне нравится, как он работает как база под другие тени. Я его часто использую. На нижние века тоже попытаюсь аккуратно нанести. И растушую вот такой вот кисточкой из Urban Decay палетки. По-моему, Hit. Просто растушую эти кремовые тени. Они, в принципе, как бюджетные и вообще хорошо работают. Как подложки я их гораздо больше использую. Чаще у меня к ним рука тянется. Теперь начну, наверное, непосредственно с самих оттенков. Возьму вот этот вот золотой оттенок. У меня кисточка такая обычная, как бы скошенная, скажем так. Золотой оттенок беру. И его наношу во внутренний уголок глаза. Ну, вот вообще первое впечатление. Сейчас смотрю. Ну, обычный такой золотой оттенок. Ничем, скажем так, не выдающийся. Далее продолжу уже, как бы дальше постепенно делать такую, как типа растяжечку. Возьму вот этот вот голубой. Пыталась брать его на кисточку. Лучше всего работает у меня, конечно же, с пальцем. И я набираю его и продолжаю дальше просто вот так вот наносить. На этой подложке он становится таким бирюзово-зеленым. Немного его даже поднимаю наверх. Тут уже, конечно, немного, возможно, виден special shade, который есть у Pet. Далее все же мой палец продолжается. Беру вот этот вот зеленый оттенок. Вот это точно, конечно, хороший, необычный оттенок. Дуахром. Очень симпатичный. Это вот то, что я ждала, в принципе, от Pet. И вот вы, наверное, сейчас можете видеть, насколько он шикарно смотрится. Он такой ушел в травяной зеленый, мне кажется, немного. Но мне очень нравится, как вот он работает и тем более сидит на подложке. Я прямо так не стесняюсь, заношу наверх даже. Потом я попробую там немножко подтушевать. И самый последний оттенок, понятно, дело фиолетовый вот этот. Он безумно красивый, но безумно капризный. Я попробую все-таки взять кисточку и начну его закладывать во внешний уголок. Очень аккуратно. Я сделала вывод о том, что вот так он смотрится, когда его просто такими как бы набивающими движениями делать, он шикарен. Но как только вы попробуете его немножко растушевать, это тушуется, к сожалению, в грязь. Я не знаю, что с ним делать, но он очень красиво смотрится именно просто на подвижном бейке. Наверное, им смог и делать. Но как-то надо решить вопрос тушевки. И я просто вот этой же кисточкой очень-очень аккуратно его по краям там пытаюсь как-то растушевать. То есть брать пушистую кисть и начинать тушевать, это вообще не его история. Он очень красивый, очень насыщенный. Мне безумно нравится, как это получается. Сейчас я еще немного подтушую все. На нижнем бейке проделаю все то же самое. Кстати, вот этот вот оттенок, такой зеленовато-розовый-зеленый, как можно видеть, я наношу посерединке между голубым и фиолетовым и чуть-чуть как бы как продолжаю заводить его дальше к фиолетовому. Мне кажется, это симпатично смотрится. Ничего не осыпалось, все хорошо выглядит. И потушую просто немножко края вот этой кисточкой, на которой была пудра. Так, а теперь я хочу продолжить. И мне, конечно, надо смягчить вот эту границу. Я пыталась разными тенями это делать. При заказе на Черную пятницу от Pat Mcdrub нашли как бы выбор из трех одиночных ее тенюшек. И я решила выбрать вот эту вот. Ой, цвечивает немножко. В общем, это такой тауповый, скажем так, нейтрально-коричневый цвет. Оттенок называется Statuesque. Вот так вот он выглядит. И мне кажется, что этим оттенком я смогу себе немного сейчас здесь затемнить, заложить. Я надеюсь, не будет слишком грязно выглядеть. Вот, сейчас попробую на маленькую-маленькую кисточку абсолютно здесь вот чуть-чуть пройтись. То, что мне, конечно, не нравится, как это выглядит сейчас. Да, тут, конечно, они очень пигментированные. Я просто еле-еле дотрагиваюсь. Они очень яркие, хороший матовый, реально очень пигментированный. Я просто боюсь испортить этот вообще фиолетовый. Он такой капризный, что я прямо не знаю. Вот как-то по-человечески вроде-то стало смотреться, но все равно, мне кажется, немного как грязно выглядит. И мне не хватает вот растяжки этой фиолетовой. Я, конечно, попробую с этой плоской кистью набрать его и продолжить немножко здесь его тушевать. Может быть, по-коричневому выйдет чуть лучше. Чуть-чуть так набираю. И с богом! Ну вот что-то типа того у меня вышло. На матовый он вроде как лег получше, но я скажу, что да, растянула я, конечно, конкретно к виску. Вроде как получше смотрится непосредственно на вот этом вот матовом оттенке коричневом, который я использовала ранее. Сейчас продолжу тогда подведу нижнее веко, нарисую стрелку и уже, наверное, вернусь с полным макияжем. Так, в общем, я сделала подводку с жидким лайнером от Golden Rose, черным обычным. Просто прокрасила ресницы опять все же своей тушью от Kika и подвела внутреннюю слизистую тоже черным карандашом от Kika из коллекции Green Me. Мне кажется, вот сейчас так выглядит достаточно неплохо. И вот такой первый макияж у меня получился с палеткой Nocturnal Nirvana. Музыка. 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 Для своего второго макияжа я подготовила лицо и уже нанесла праймер от Kiko в нейтральном оттенке. И, конечно же, оттенок Transforming Pearl нанесла тоже под бровь. Теперь давайте продолжу уже своей палеткой второй. Это называется Interstellar Icon. Вот эта красивая коробочка от нее была. Очень классная палетка. В принципе, ради нее, наверное, и делался весь заказ. Я пробовала много макияжей. Сегодня хочу повторить именно тот, который, мне кажется, идеальнее всего смотрится на веках. И это будет Hello Eye. Беру вот такую кисточку бочонок и начну, наверное, покажу вам точнее, что у меня из этого получается. Мне не совсем, честно говоря, это нравится. Оттенок содержит очень много красивенных блесток. Но вот в самом макияже, мне кажется, тем более, когда происходит вот эта тушевка, они реально куда-то исчезают. И остается такой немного как грязно-зеленоватый такой оттенок хаки. Вот сейчас вы можете видеть. Я тут пытаюсь его растушевать. Она неплохо, кстати, тушуется. Но просто все это слетает. И мне просто очень не нравится, как выглядит вот эта вся грязь. Вот так вот мне его высоко пришлось вообще растушевать туда наверх. Но я попробую. Я посмотрю, как это будет выглядеть в итоге. Оставлю пока сейчас так. И дальше продолжу. На вот такую вот плоскую кисточку буду набирать уже оттенок вот этот вот коричневый. Очень красивый, шикарный просто цвет. Такой как бы как немного бургундии. Мне он безумно нравится. Кстати, вы видите, тут, наверное, я надеюсь, будет видно, блестки вот эти вот с верхнего оттенка осыпались. Но коричневый он просто, да, практически звезда программы, палетки. И также наношу его на внутренний уголок, так как у меня тут этот Halo Eye будет. Немного наношу его и сюда. Вот так я подтушевала сейчас и хочу нанести вот этот золотой оттенок. Я не знаю, почему девчонки его иногда называют персиковым. Для меня это абсолютно точно золото, желтое золото стандартное. Он красивый, ничего особенного в нем нет, но я нанесу его во внутренний уголок глаза. И гвоздь программы это, конечно же, вот этот вот голубой шиммер. Дуохромный оттенок, переливающий в розовый. Он хорошо смотрится на кисточке, но я хочу использовать именно палец. И он реально здесь звезда программы. Вот когда сочетание идет его по центру вместе с этим коричневым, красно-коричневым, я считаю, это лучшее вообще, что могла придумать пэт. Мне очень нравится, как это выглядит. В принципе, этот оттенок оправдывает покупку этой палетки. Это очень красиво. На мой взгляд, конечно, вообще шикарно. Немного осыпалось у меня тут все. Я уберу такой вот кисточкой большой, своей белкой. И хочу сделать нижнее веко. И немного проработаю вот эти вот края здесь внутренние. Нижнее веко тоже прорабатываю вот этим коричневым. Голубой оттенок нанесу немножко на внутреннее веко. И соединю их вот этим вот зеленовато-золото-коричневым. Он, конечно, мне кажется, вообще мало сочетается с коричневым и с голубым. Но раз он в палетке, наверное, такое видение есть. И, наверное, это я что-то не понимаю в оттенках. Подрастушевываю края обычным бочом, обычной своей плоской кисточкой. Вот такой вот. Просто сглаживаю здесь вот эти вот не остатки еще, наверное, белого этого оттенка. Но я просто прохожусь по границе и сглаживаю. Сейчас хочу нанести коричневый карандаш на слизистую. Подведу стрелочку черным, накрошу ресницы и уже вернусь к вам. Итак, я дополнила свой образ лайнером. И еще подклеила такие уголки у меня от Дженнифер Лопес с инглой. Были такие реснички. Очень хорошие. К сожалению, я не смогла их больше найти. Но мне нравится, как это смотрится. Получилось, по-моему, прикольно. Хочу показать вам вот эту помаду, которую я тоже купила у Пэт. Честно говоря, не собиралась брать, но уже решила. Ладно, раз заказ сделаю, набрала всего. 1995 оттенок. Очень красивая упаковка. И у меня очень новогодняя помада. Посмотрите на нее. Ее реально присыпали, как будто бы снежком. Я читала вообще, что такое возможно. Я надеюсь, что со мной ничего не станет. Но помада выглядит, да, по-новогоднему, скажем так. Оттенок мне очень понравился. Я его только пока сводчила. Сейчас хочу нанести. И надеюсь, что со мной ничего не станет. Но вроде бы, мне кажется, это не плесень. Она пахнет нормально. То есть, я читала, что такое вообще возможно на помадах. Тем более, перепад температур, скорее всего, повлиял. У меня здесь достаточно жарко. Матовая, кремовая. Прикольно чувствуется. Я посмотрю, похожу сейчас немножко вообще, что со мной станется. Ну, короче говоря, вот такой вот образ с второй палеткой, которая называется Interstellar Icon. И я считаю, что это самый такой, наверное, интересный макияж из всех, что я делала ей. Давайте начну, наверное, с обзора вообще виновницы всего заказа. И это будет вот эта вот красивенная палетка, которая называлась Interstellar Icon из ее линейки Celestial Divinity Luxe Quot. Я решила выбрать, наверное, самую необычную. Две другие мне тоже очень понравились. Но, я не знаю, мое сердце вообще было покорено вот этим голубым оттенком. В принципе, я не ношу синие тени. Я очень скептически к ним отношусь. Все по той причине, что я очень переживаю, что я выгляжу немного как типаж из 90-х. Типаж, наверное, женщин. Буфетчат, скажем так. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Не хочу никого обидеть. Я абсолютно за любые профессии. Просто вот тот макияж, наверное, такие вот эти синие тени меня всегда пугали. Потому что, смотря на фотографии тех лет, мне кажется, что-то там было не то. Короче говоря, здесь это сочетание меня покорило. И действительно, Pet сделала четверку очень красивых теней. Я готова петь оды как синему оттенку, так и вот этому коричневому. Потому что в сочетании они дают шикарный вообще просто вот перелив. Если вы делаете Hello Eye или просто сочетаете эти два оттенка, это настолько красиво смотрится в макияжах. Я покажу некоторые варианты, которые я делала с этой палеткой, что я, конечно, удивлена. Коричневый этот темный имеет такой более красный потон. Немного такой, как розовый шиммер в нем есть. Голубой он, конечно, абсолютно точно дуахром. В нем переливается как розовый, так и фиолетовый, так и иногда я видела более салатовый какой-то глиттер в искусственном освещении. Это действительно оттенок Chameleon. Он очень красивый. Он действительно уникальный в моей коллекции. Как точно. И, в принципе, покупка вообще вот этого оттенка, ну, наверное, оправдывает для меня эту палетку. Хочу сказать по поводу вот этого золотого. Это совершенно обычный золотой оттенок. Я не знаю, почему некоторые его называют персиковым в своих обзорах. Для меня это просто желтое золото стандартное, шиммерное, красивое. Но макияжи с ним получаются более, наверное, такие простые. Я тоже пыталась делать, как такие бронз-айз. И пыталась наносить голубой оттенок во внутренний угол глаза. Мне, честно говоря, не понравилось, как это выглядит на мне. И поэтому я сделала вывод, что вот этот макияж и макияж, который я повторила у Mel Thompson, я тоже покажу, вставлю такой небольшой кусочек. Я решила повторить ее схему нанесения. В общем, мне очень понравилось. Но больше, скажем так, и ничего особо с ней и не сделать. И вот этот вот оттенок в нижнем правом углу, это, конечно, оттенок для меня такой немножко, ну, скажем так, разочарования. Он сам по себе очень красивый. Более такой, наверное, зелено-коричневый оттенок хаки. В нем шикарные золотые, голубые, зеленые блестки. Но, к сожалению, использовать его как растушевку для вот этих трех мне не удалось. Не знаю, до сих пор вот ощущение складывается, что на мне это выглядит немножко грязно. Блестки, конечно же, отваливаются, если вы используете более такую круглую кисточку для тушевки или кисточку бочонок. То есть их, эти оттенки надо, получается, как будто бы втаптывать, скажем так, в век. Мне это не очень нравится. Если просто этот оттенок наносить пальцем на все подвижное веко, делать такой, как смоки, а и тогда красиво. Но все-таки хочется, чтобы четверка работала вместе. Меня до сих пор смущает. Вот я сегодня тоже сделала полностью макияж, где задействовала все четыре оттенка. И не совсем мне нравится переход вот именно тушевка вот этого зелено-коричневого. Все-таки куда-то он у меня уводится в какую-то грязноватую такую базу, и я немного смущена. Но, в принципе, палетку абсолютно точно рекомендую. Она мне очень понравилась. И действительно, это из всех трех, мне кажется, самое уникальное. Далее остались в тематике второй палетки. Вторую я уже заказала, как говорится, до кучи, потому что решила, что, ну, блин, такие скидки, мне надо это брать. Вторая палетка ее Special Shade. Вышла она в 2019 году на Рождество. Все тогда кинулись это покупать, так как Пэт сказала, что она использует в этих четверочках свои Special Shade. То есть те оттенки, которые есть в ее больших палетках, которые действительно уникальны. И в моей коллекции тоже. У меня есть одна большая палетка от Бэт Маград. Это Мазершип 5, по-моему, Bronze Seduction, где красный оттенок. И я действительно ее очень люблю. Там шикарные вот эти Special Shades. Да, я понимаю, о чем вообще весь хайп. И я решила, что, наверное, тут тоже что-то будет подобное. Хотя обзоров смотрела на нее мало. Разочарование, опять же, постигло. Я поняла, что не совсем здесь все эти какие-то оттенки Special. Ну, есть у меня вопросы. Я ничего не имею против вот этого зеленого оттенка. Его с точностью можно назвать особенным. Он переливает в розовый. Это такой даже триохром, мне кажется. Иногда выдает салатовый и голубой. Очень-очень красивый такой, как больше топпер. Мне безумно он понравился. Я тоже делала разные с ним макияжи. Его, конечно же, лучше использовать, наверное, как на центр века. Или такой акцент. Безумно красиво. Второй, скажем так, можно назвать, наверное, оттенком Special. Будет вот этот вот голубой над ним. Бирюзово-голубой. Он тоже содержит много розовых блесток. Он немножко дуахромит. Я пыталась поймать некоторый дуахром. Да, он очень красивый. И, в принципе, красиво смотрится именно на какой-то подложке. На базе, на каких-то более жидких тенях или кремовых. Это очень красиво. Но вот эти два другие оттенка, вот это золото и фиолетовый, это абсолютно простые шиммерные сухие оттенки. Золото я не поняла. Конечно, это красивый золотой оттенок. Но ничего особенного в нем не нашла. Никакой уникальности точно нет. И фиолетовый, конечно, он очень красивый. Он у меня немного суховат. Но они, в принципе, все тени у PET. Они такие, как будто бы песочно-сухие. Но в то же время они хорошо наносятся как кистью, так и пальцем лучше всего. В общем, этот фиолетовый шикарно смотрится. Он очень красиво переливает. Но у меня с ним просто невероятные сложности, как его нужно растушевать. Он просто тушуется в грязь. Я не могу ничего с ним сделать. С него слетает вот эта красивая фиолетовая блескучая база. Остается такая темная, как будто бы подложка. И она очень грязная. Я не знаю, почему. Я пыталась. Вы увидели, наверное, в макияже, что я там чего-то только не придумывала. Но, в общем-то, оттенок очень красивый. Но с ним надо повозиться. Так что вот это, ну, в принципе, не знаю. Наверное, не совсем стоит своих денег для того, чтобы покупать и наслаждаться спешл-шейдами от Pet Magrat. Получается, что тут немного такой обман. И лучше тогда уже купить ее действительно большую палетку, в которой вы точно найдете 4 оттенка уникальные. И это будет уже более лучшим, наверное, вложением денег. Но я, в принципе, тоже рада, что у меня есть эта палетка. Ничего страшного. Пусть она будет. И, в общем, я, скажем так, буду, конечно же, продолжать ей пользоваться. Следующая вещь, которая точно мне очень понравилась. И вообще я была удивлена, насколько она хороша. Конечно же, не по скидке это брать, наверное, будет неразумно. Но когда есть скидки у Pet, это точно must have для покупки. Это будет ее консилер. Мне очень понравился консилер. Как он вообще сработал у меня под глазами. В принципе, он хорошо держится. Пока ничего у меня не ушло. Я уже где-то часа 3 с ним хожу. Посмотрю еще потом, как это будет дальше смотреться. У меня, кстати, оттенок Light Medium 8. И я его брала с вот этой пудрой в оттенке Medium у меня. Потому что Light мне казалась слишком светлой. Мне она тоже очень-очень понравилась. 4 грамма продукта, к сожалению, здесь. Но вместе эти два продукта шикарно смотрятся. Действительно красиво вообще выглядит зона под глазами. Ничего не скатано. Ничего пока никуда не уезжает. Вот это вот, да, действительно, я поражена. Мне это очень понравилось. Далее я хочу показать вот такую вот тенюшку, которую Пэт положила с заказом. По-моему, при покупке любой палетки вам полагалась единичная вот такая тенюшка. Выбор был из трех. Две, по-моему, были более-таки шиммерные. И одна вот такая вот нейтральная. Я выбрала эту. Так вообще она стоила 11 евро, я видела. Но досталась мне бесплатно. Красивый такой бежевый оттенок, наверное, нейтрального коричневого. Оттенок называется статуэск. Он описывался как такой замшево-тауповый. Понравилось, как он действует. Я тоже его использовала в макияже. Действительно хороший матовый. Купила бы, наверное, еще раз повторила. Красивый оттенок. Очень-очень довольна. Решила выбрать, наверное, такой нейтральный. Потому что слишком много у меня одиночных теней. И все это израсходовать, это, конечно, невероятно. И вот тут у меня крылся небольшой подвох. Еще я добрала. Я решила уже, раз я набираю всего от ПЭП. Я решила попробовать заказать ее помады. Вот эти вот нашумевшие помады. Линейка Matte Trends. И выбирала-выбирала долго. Хотела брать или оттенок Оми. Я знаю, он очень красивый. Но остановилась на 1995. Мне показалось, он немножко светлее по свочам. Хотя потом я посмотрела видео девчонок. И, по-моему, Айса сказала, что свочи, они вообще не презентабельные. То есть не надо смотреть на них. Все надо смотреть на живых, как говорится, людях. И все это в жизни выглядит по-другому. Красивый очень футляр. Действительно шикарная помада. Люксово смотрится. Но у меня тут Новый год. Как вы уже видели, наверное, в макияжах. В общем-то, да, вот тут такой белый. У меня на ней немножко как конденсат. Или, да, какое-то такое напыление. Но, в принципе, помада пахнет нормально. Все нормально. В носке она тоже сейчас на мне ничего не чувствую. Я читала, что тоже такое бывает. Что это, конечно, наверное, не совсем правильно. Но случается. Плюс, возможно, при транспортировке был большой перепад температур. Оттенок сам по себе мне понравился. Мне единственное кажется, что он немножко темноват на мне. Все-таки я ожидала более светлого оттенка. Но, вроде бы, в сочетании с этим макияжем выглядит неплохо. Как текстура и как сама помада мне очень понравилась. Но, возможно, буду заказывать еще. Но вот смущает единственный вот такой вот вариант. Я еще надеюсь, что, конечно, она у меня никуда не выпадет. И с ней там ничего другого не станется. Потому что очень часто можно увидеть различные светопредставления с этими помадами. УПЭТ. Довольно своим заказом. Я буду точно пользоваться этими вещами. Я очень надеюсь также, что вам понравилось это видео. И, возможно, в чем-то оно было полезным. Я, конечно же, хочу вам пожелать самого-самого хорошего настроения. С наступающими вас праздниками. И будьте здоровы. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok